101 факт о России. Вы будете удивлены, но площадь России составляет аж 17 миллионов квадратных километров. А это на минуточку почти как поверхность Плутона. А если сравнивать США, то Россия в 1,8 раза больше ее площади. Территория России омывается 13 морями. Белая, Баренцева, Карская, Лаптевых, Восточно-Сибирская, Чукотская, Беринговая, Охотская, Японская, Азовская, Черная, Балтийская и Каспийская. Никакое другое государство подобным похвастаться не может. Байкал самое глубокое озеро в мире и самый большой источник пресной воды. Чтобы наполнить бассейн такого же объема, всем крупным мировым рекам понадобится целый год. А знаете сколько примерная стоимость всей воды на Байкале? Если взять цену в 1 доллар за литр, сумасшедшие 23 триллиона долларов. Что равно 4 госбюджетам США, 5 бюджетов Китая и 6 госбюджетов Германии вместе взятых. Транссибирская магистраль самая длинная железная дорога в мире. Строилась 25 лет и имеет длину в 9298 километров, пересекая при этом 8 часовых поясов, 87 городов и 16 рек. Население России 147 миллионов человек, что ставит ее на 9 место в рейтинге самых заселенных стран мира. 22 миллиона людей живет в Московской области и Москве, которая вновь стала столицей лишь недавно. В 1918 году, после революции. До этого статус главного города занимал Петербург. Он же, кстати, самый северный в мире город с населением более миллиона человек, а именно 7 миллионов человек. А с учетом всех округов, так вообще 11,5 миллионов. В Петербурге мостов в три раза больше, чем в Венеции, поэтому уместнее называть его не Северной Венецией, а Венецию Южным Петербургом. Россия граничит с США. Нет, серьезно. По воде, разумеется. За два государства разделяют всего лишь 4 километра, а от Москвы до Чикаго ближе, чем от Чикаго до Рио-де-Жанейро. Но и США она граничит также с 16 странами. Норвегия, Эстония, Латвия, Польша, Литвой, Финляндия, Украина, Белоруссия, Грузия, Казахстаном, Китаем, Монголией, КНДР, непризнанными Южной Осетией и Абхазией, а также с Японией по морю. Московский Кремль – самая большая в мире средневековая крепость, а длина кремлевских стен составляет более 2 километров. Средняя зарплата в России в 2022 году составила 62 500 рублей, что почти на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Для сравнения, в Швейцарии средняя ЗП составляет аж 6 200 долларов. Факт номер 13. Именно 13 детей в среднем было в русских семьях до 1917 года. Тогда они считались крупнейшими по численности, а если в семье меньше хотя бы 10, то это считалось прискорбно мало. Самое высокое здание в Европе тоже находится в России. Лахта – центр в Санкт-Петербурге с высотой в 462 метра. А если смотреть на топ-5, то остальные места заняли московские башни Восток, Ока и так далее. На самом деле матрешку, то бишь один из главных символов русской культуры, придумали нерусские. В конце 19 века в одну из мастерских попала фигурка из Японии, и уже по ее образу ремесленники создали матрешку. Хоть эти древние игрушки и производят в российских городах, значительная их часть делается в Китае. А вот что было сделано в России, а если точнее в Нижнем Тагиле, так это металл для Статуи Свободы, одного из главных символов США. Под городом Магнитогорском есть гора Магнитная, которая практически полностью железная. В 2005 году губернатор Ульяновской области объявил 12 сентября днем зачатия. Да и к тому же сделал этот день выходным. И что вы думаете, через 9 месяцев, то бишь в июне 2006-го, рождаемость в городе возросла аж в 3 раза? В мае 1990 года газета «Гомсомольская правда» установила абсолютный рекорд, достигнув тиража бумажной газеты в 22 миллиона экземпляров. В России тоже есть свои 7 чудес света. Ими признаны Байкал, долина гейзеров, Мамаев курган со статуей Родины Матери, Петергов, собор Василия Блаженного, столбы выветривания в Куми и гора Эльбрус. Эльбрус, к слову, самая высокая горная вершина не только в России, но и во всей Европе. Самый большой лес в мире – Сибирская тайга. Она занимает площадь примерно в 9 тысяч километров, что в несколько раз больше. Например, Амазонской сельбы. С точки зрения международного права, Россия и Япония находятся в состоянии войны со времен Второй мировой войны. Из-за спора о Курильских островах они до сих пор не подписали мирного договора. Однако оба государства живут в согласии. А как вам такое? В России целых 15 секретных городов, которых нет на картах. К ним не ведут указатели и навигаторы. Причина – засекреченные заводы и предприятия. Существуют также ЗАТО – закрытые территориальные образования. По всей стране их 42 штуки. Снаружи они огрожены колючей проволокой, а попасть в них можно только по пропускам. Все дело в том, что они относятся к Министерству обороны, Роскосмосу и Росатому. В 1927 году под Белгородом выловили самую ценную в мире рыбу – Осетр. Весом аж в 1227 килограмм. Это даже больше, чем вес Жигуля. На фото, конечно, не он, а Белого примерно такой же массы и того года. Просто, чтобы вы понимали объемы. Из него было получено 245 килограмм наилучшей икры, которую сейчас бы оценили в 289 тысяч долларов. Если думаете над тем, каким же словом иностранцы называют дачи, то так и называют. И даже в английском дача переводится как «дача». Это слово появилось еще в начале 18 века, когда Петр I раздал своим приближным земельные участки с усадьбами под Петербургом. А позже слово перекочевало в языке других стран. В Москве находится один из самых больших городских парков в мире – Измайловский парк. Его площадь – 1608 гектар, что в несколько раз больше центрального парка в Нью-Йорке. Трамвайная сеть Санкт-Петербурга одно время была самой разветвленной и длинной в мире, за что была даже внесена в Книгу рекордов Гиннеса. Однако, чуть позже ее обогнала Мельбурнская сеть. Россия – страна, у которой больше всего в мире ядерных боеголовок, а именно – 7000. В мире больше автоматов Калашникова, чем автоматов всех других конструкций и сборок вместе взятых. Думаете, что вопрос о правах женщин поднимался только в США? А вот и нет. Россия представила женщинам избирательное право в 1918 году, в то время как Соединенные Штаты сделали это в 1920-м. Да и плюс рабства в России как такового и не было. Крепостное право в сути своей было намного более мягким, нежели в Европе. А его отмена произошла на 4 года раньше, чем отмена рабства в США. Именно российская экспедиция под руководством Таддеуса Беллинсгаузена и Михаила Лазарева первой обнаружили Антарктиду в 1820-м году. Самая известная и продаваемая игра в мире «Тетрис» была придумана русским программистом Алексеем Пожитновым в 1985-м году. Вопреки всеобщему мнению, Иван Грозный не был тираном. Если смотреть на цифры, то он казнил в 100 раз меньше людей, нежели европейские правители. 3-4 тысячи против 300-400 тысяч. Полная длина всех линий московских метро – 310 километров. И каждый день 10 тысяч поездов курсируют между 182 станциями. Российская государственная библиотека – самая крупная публичная библиотека в России и континентальной Европе, поэтому книжки туда лучше сдавать вовремя. В день открытия 700-местного Макдональдса на Пушкинской площади в Москве к 5 утра там выстроилась очередь в 5000 человек. Однако за первый день успели обслужить только 3000. Если бы Макдональдс не покинул Россию, этот ресторан до сих пор носил бы статус самого посещаемого в мире. Эрмитаж – один из самых крупных и старых музеев в мире. Сколько в нем произведений искусства? Ваши ставки? 500 тысяч? Миллион, а может 2? Там 3 миллиона самых разных экспонатов от каменного века до современности. И чтобы обойти их всех, вам понадобится около 25 лет. Для защиты от грызунов руководство Эрмитажа поселило на его территорию стаю кошек, у каждой из которых есть свой паспорт с фотографией. В 2002 году ЮНЕСКО внесло Екатеринбург в список 12 идеальных городов мира. Это герб Челябинска. И да, на нем изображен верблюд. Все дело в том, что через город всегда активно шла торговля. И верблюд, ну, типа символизирует торговцев-кочевников, привозивших свои товары на верблюдок. В Якутии есть село Оймякон, которое по ряду параметров считается самым суровым местом в мире, где живет постоянное население. Именно там была зарегистрирована самая низкая температура – минус 71,2 градуса. Пятидесятый факт. Западно-сибирская равнина – самая большая равнина на Земле. На территории России живет более 190 самых разнообразных народов, и русские в процентном соотношении составляют почти 80%, а остальное – это аварцы, татары, чуваши, якуты, ингуши и так далее. Хоть русский и считается официальным языком, многие народы предпочитают говорить на своих. По одним данным это 277 языков, а по другим 295. Самая длинная в мире сухопутная граница длиной в 7,5 тысяч километров проходит между Россией и Казахстаном. Российская империя была крупнейшей континентальной монархией за всю историю человечества. А Советский Союз был крупнейшим из континентальных государств 20 века и также самым первым и крупнейшим социалистическим государством в мире. В России находится самый высокий активный вулкан в Евразии – Ключевская сопка. Последний раз вулкан извергался с 18 февраля по 20 марта 2021 года. Не так грандиозно, как это обычно бывает, но все же. Самый большой когда-либо созданный колокол – царь-колокол, отлитый русским мастерами. Весит он почти 202 тонны при высоте в более чем 6 метров. Несколько лет назад в Москве проживало больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира. А сейчас что? Хороший вопрос. Ответа мы, конечно же, на него не знаем. При существовании Российской империи каждый монарх отдвал своему наследнику страну большего размера, чем получил сам. Телевизор, вертолет, бензиновый двигатель, радио, видеомагнитофон, микроскоп, ранцевый парашют, электродвигатель, угольный комбайн и много чего еще изобрели русские ученые. Суши, являющиеся японским блюдом, намного более популярны в России, нежели в самой Японии. Юрий Гагарин был первым человеком, который побывал в космосе. До этого, в 1957 году, советские ученые отправили на орбиту собаку по кличке Лайка, которая также стала первым животным, побывавшим в космосе, но не прожившей там и десяти часов. Плюсом ко всему, Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом в 1963 году. Красная площадь не имеет ничего общего с коммунизмом, а происходит от слова «красный», то бишь «красивый». В 2011 году Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом России, уменьшил количество часовых поясов в стране с 11 до 9, наверняка за тем, чтобы людям стало жить проще. Но денег все еще нет, так что держитесь. В начале 90-х Пепси Ко стала единственной компанией мира, у которой был свой флот. И при чем тут Россия? Все дело в том, что до этого момента Пепси поставляли в Советский Союз в обмен на вывоз из него русской водки. Однако чуть позже Михаил Горбачев подписал с директором компании соглашение, по которому Советский Союз отдавал 17 старых подлодок. Фрегат, крейсер и миноносец американской компании взамен на сироп для производства Пепси. Возраст согласия в России такой же, как и во многих странах мира. 16 лет. В России находится самая длинная река в Европе, Волга. Ее протяженность 3690 километров. А если учесть длину всех притоков, то получается приличные 357 тысяч километров. В 1908 году Олимпийская сборная России прибыла на Олимпийские игры. На 12 дней позже, чем нужно было. Все из-за того, что в России тогда еще использовался старый юдианский календарь. Владимир Путин, помимо того, что занимает пост в президента России, также является мастером спорта по самбо и дюдо. Уральские горы – самые старые горы на планете. Самой старой среди них считается гора Карандаш, возраст которой оценивается в 4 миллиарда лет. Россия занимает седьмую часть всей суши на Земле. В эпоху Первой мировой войны правители трех воюющих государств, король Великобритании Георг V, царь Николай II и кайзер Вильгельм II были двоюродными братьями. В России насчитывается 1117 городов и лишь 15 из них имеют население более миллиона человек. Российский космонавт Геннадий Падалко установил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе – 878 суток, 11 часов 29 минут 36 секунд. Однако не за один раз, а за пять полетов суммарно. В царской России до 1917 года любой желающий мог спокойно купить револьвер в лавке. Старейший город России – дагестанский Дербент, один из старейших ныне существующих городов мира. В казачьей станции Зимовейская с разницей в 110 лет родились Степан Разин и Емельян Пугачев, оба пытались совершить государственный переворот. Если считаете Россию страной цифровых пиратов, которые каждый вечер бороздят просторы интернета, торрента, то это не так. Она занимает лишь 37 место в этом рейтинге, в то время как Армения первая. Россия – духовная преемница Римской империи. Двуглавый орел на гербе символизирует византийскую идею симфонии властей, а слово «царь» произошло от слова «цезарь». Территория России разделена на 85 субъектов, среди которых 22 республики, 3 города федерального назначения, 9 краев, 1 автономная область, 46 областей и 4 автономных округа. Одна только территория Тамбовской области равна площади Бельгии и Нидерландов вместе взятых. Самым старым христианским храмом на территории России считается древний храм Тхабы Ерды, построенный в 8-9 веке и расположенный в Ингушетии. Флаг России состоит из трех цветов – белый, синий и красный. Если, ну, если вы вдруг забыли. Белый – цвет снега, облаков и березы, что олицетворяет благородство и великодушие. Синий – цвет неба, что можно расшифровать как верность и честность. А красный – олицетворяет мужество, отвагу и героизм. Во времена империи российский флаг имел другие цвета – черный, желтый и белый. Российский герб двуглавый орел в своей истории восходит к концу 15 века. Именно тогда он появился на печати царя Ивана Третьего. Город Суздаль, к слову, один из самых исторически важных, занимает площадь всего 15 квадратных километров, имеет 9,5 тысяч человек населения и при этом в нем расположено 53 храма. На данный момент Владимир Путин находится у власти в 18 лет. Также Путин служил в КГБ в период с 1975 по 1990 годы. Крупнейший в Европе ботанический сад – ботанический сад Ран находится в России. У России самый большой в мире объем возобновляемых водных ресурсов – 4498 кубических километров. В России 103 заповедника, 43 гигантских национальных парка и 70 заказников. Общая площадь особо охраняемых природных территорий – почти 600 тысяч квадратных километров, что составляет 4% от всей площади страны. В московском метро самые маленькие интервалы между поездами – 90 секунд. Во Второй мировой войне СССР потерпел самые большие потери из всех стран-участниц – 26,6 миллионов человек. В Санкт-Петербурге – 2000 библиотек, 221 музей, 100 концертных организаций, больше 80 театров, 80 клубов и домов культуры, 62 кинотеатра, 45 картинных галерей. На Алтае насчитывается более 820 ледников, суммарно занимающих территорию в 600 квадратных километров. Высотка МГУ – самое большое в мире здание университета. А последний, секретный 101 факт, который просто приводит в ужас, и в общем, стап, его нельзя показывать, на ютубе вы можете найти у нас в телеграме по ссылочке в комментах. А также не забывайте подключаться к Тинькофф Мобайл по ссылочке в описании и комментариях. Писать комментарии, ставить лайки, ведь мы очень старались. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!